Маргарита Игнатенко вместе с тремя детьми идёт в кризисный центр для женщин. Накануне 27-летняя многодетная мама побывала на приёме у заместителя Акима Горда. Она рассказала ему о своих жизненных трудностях. Главные проблемы семьи материальные. Из-за этого нет возможности снимать жильё. А своего угла у семьи никогда не было. К тому же по этой причине в 2013 году Маргарита Игнатенко была лишена родительских прав на трёх детей 6, 7 и 8 лет. Сейчас они воспитываются в детской деревне семейного типа. Акимат со своей стороны в свою очередь сказал, что будет ей помогать. Акимат пообещал помочь ещё мужу с работой. Детишек отнимать её не будем, потому что как бы это не выход, мы хотим помочь. Акимата ей было предложено в кризисном центре пока пожить, пока ей обеспечат её жильё. В кризисном центре для женщин пообещали оказывать многодетной матери все виды стандартных услуг. Это социальные, бытовые, медицинские, педагогические и даже культурно-досуговые. Мать и детей будут кормить три раза в день. Семья существует, так как есть супруг. И само желание Маргариты, она хочет быть вместе с супругом. То есть и вчера она говорила, что она хочет быть вместе с общей семьёй. Маргарита Игнатенко говорит, что следила за комментариями в социальных сетях, касающихся её непростой ситуации. Женщина уверена, что хороших и добрых людей всё-таки больше. Жили мы в гараже, сейчас нас поместили в кризисный центр, где мы проживаем с моими детьми. Хочу большое сказать спасибо телеканалу ТДК-42 и КТК за то, что выпустили репортажи о нашей семье. Люди помогают, приезжают продуктами, одеждой, конечно же, деньгами. Деньги дали на снятие квартир, но пока квартиру мы ищем, потому что квартиру найти очень сложно, потому что с маленькими детьми берёт не каждый. Маргарита рассчитывает уже в понедельник переехать на съёмную квартиру. Роман Копняев, Айбула Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.